Дорогие мои слушатели, очень рада вас видеть всех в качестве таких огонечков. Да, действительно, для меня сегодня очень волнительный день, потому что это первый раз. Хотела у вас спросить, слышно ли меня и видно ли всем хорошо. Нажмите, пожалуйста, на огонечек, и я немножечко расскажу о себе. Я по образованию специалист по социальной работе, по первому, по второму образованию. Я инструктор по адаптивной физической культуре, лечебной физкультуре. Так, лучше? Мне тут выдают, что плохо слышно, поэтому давайте проверять связь. Так, лучше слышно? Лучше слышно, да? Хорошо, спасибо большое. Я тогда буду немножко, если вы будете меня плохо слышать, вы обязательно сигнализируйте мне в чат, и я буду немножечко поправлять микрофон или говорить чуть-чуть громче по мере своих возможностей. По второму образованию продолжаем разговор про меня. Я инструктор по адаптивной физической культуре, занимаюсь в основном, конечно, детками с ограниченными возможностями здоровья, но и, соответственно, взрослыми тоже. И по третьему образованию я клинический психолог, занимаюсь сейчас практической деятельностью. Поэтому сегодня мы с вами будем разговаривать о том, как все-таки сберечь и сохранить себя в условиях дистанционного образования как преподаватель в основном. Потому что эта задача для нас, для всех, на самом деле очень сложная. В 2019 году, когда был экстренный выход в дистанционку, не все преподаватели сориентировались. И по последним исследованиям психосоциальным было выяснено, что очень большой стрессовый фактор для многих преподавателей – это выход в дистанционное обучение, это работа перед камерой, это стресс, который был связан с тем, что мы не можем и не умеем правильно организовать свое рабочее пространство дома, потому что нас все время отвлекает семья. И потому что мы, в принципе, с одной стороны, находясь дома, нам легче работать с аудиторией, с другой стороны, мы не видим этой аудитории, если мы привыкли работать в ней очно, не видим ответной реакции наших студентов, поэтому очень сложно нам становится как-то себя переформатировать. Вот сегодня мы будем говорить о том, как проще себя переформатировать и как сохранить свою, в первую очередь, уверенность в себе и физическое здоровье, потому что стресс – это тот фактор, который способствует, в общем-то, тому, что мы сомневаемся в своей компетенции, в том числе с точки зрения ораторского мастерства. Итак, давайте для начала поговорим о том, что такое стресс, стресс хороший и стресс плохой. Стресс – это естественная реакция организма вообще на любой раздражитель. Если стресс у нас достаточно частый и постоянный, то, естественно, это приводит к профессиональному нашему выгоранию, к психосоматическим реакциям, которые мы, в принципе, не замечаем, или они отсрочены во времени. Но стресс также имеет для нас и хорошее такое некое значение, потому что он позволяет нам развиваться, осваивать что-то новое. Вот чтобы стресс не переходил какие-то границы, мы должны уметь сами себя защищать, в том числе телесно, и в том числе используя какие-то психологические методики защитные, для того чтобы, выходя в аудиторию, мы смогли сохранить себя от сильного стресса, от эмоциональных перегрузок, от перегрузок наших моторных систем, зрительного анализатора, слухового анализатора и так далее. Скажите мне, пожалуйста, для вас тема стресса, насколько она в дистанционном образовании актуальна? Насколько вам тяжело? Я как понимаю, что данный курс был заявлен как для преподавателей. Все ли вы являетесь преподавателями? И насколько для вас стресс такой физически актуален сегодня? Поставьте мне плюсики. Кто вы, откуда? Напишите в общем чате, кто вы. Преподаватель ли вы? Где вы? В вузах больше часто работаете? Или это все-таки СУЗа? Преподавательский колледж. Добрый день, Иванова. А Иванова кто? Преподаватель вуза. Насколько для вас вот стресс этот актуален? Он для вас все-таки больше сейчас является неким таким развивающим фактором? Или все-таки вам тяжело находиться в дистанционном обучении? Потому что я понимаю и на собственном опыте, и на опыте других преподавателей, с которыми мы взаимодействуем, не всегда дистанционная система вуза достаточно отлажена. Не всегда есть правила, нормы поведения преподавателя перед кафедрой, перед студентами в дистанционном обучении. Не всегда преподаватель готов работать с аудиторией в дистанционном обучении. Нет норм часто. Меняются системы. Кто-то работает в системе дистанционного обучения, кто-то работает просто в зуме. Мы не умеем вести себя перед камерой. Есть дисциплины, которые очень сложно передавать на камеру. Например, если преподаешь психологию, то работать не в аудитории достаточно специалисту сложно. Плюс идут очень серьезные проблемы с тем, что перенапрягаются наши анализаторы, а именно зрительные. В том, что мы находимся часто в статическом, вынуждены находиться в статическом положении и не знаем, как это скомпенсировать. Ну и плюс основная проблема, с которой мы, конечно, сталкиваемся, это с тем, что мы свою аудиторию не видим и не можем ее контролировать. Хотя контролировать мы ее, соответственно, должны, потому что студенты на лекциях спать не должны наши. Должны усваивать тот материал, который мы им говорим. Но часто бывает так, и мои студенты мне рассказывали после первого полугодия, что они спали на лекциях, кладя рядом телефон и досыпая. Поэтому для меня и для всех нашей команды преподавателей, я работаю в Православном Световском Тихвиномском университете, было достаточно сложно все-таки перейти в дистанционное обучение. Но мы учимся и будем сегодня учиться вместе с вами, понимать, что такое все-таки, как себя защитить и как учиться вести себя перед камерой. Потому что я перед камерой тоже сейчас учусь себя вести, и те фишечки, которые я вам сегодня расскажу, они будут для вас, я надеюсь, очень полезны. Итак, переходим к такому примеру, следующему по поводу того, что же, чем же тогда, в чем опасность стресса и чем стресс, в общем-то, когда стресс переходит не просто в стресс такой некий, побуждающий нас к активной деятельности, а стресс, который становится профессиональным выгоранием. Вот такой был проведен нейробиологом американским эксперимент с собачкой, который вы можете сейчас, в принципе, зачитать, или я вам его кратко расскажу. Суть эксперимента была связана с тем, что собачку стимулировали в клетке с помощью электропровода, и она терпела долгое время, в общем-то, стресс, испытывала долгий стресс в течение некоторого времени. Потом ее перевели в клетку, где, с одной стороны, были созданы все условия, поделенные на два отсека, с одной стороны были созданы все условия для того, чтобы собака чувствовала себя комфортно, а с другой стороны, в общем-то, был проведен электропровод, который продолжал ее стимулировать. И по итогу собака перестала, в общем-то, проявлять какие бы то ни было эмоциональные реакции, и не хотела переходить на ту сторону, где уже не испытывала бы стрессовых каких-то стимуляций. Почему? Потому что у собаки, как у живого существа, возникло закрепление стрессовых реакций, и это та самая психосоматическая реакция нашего организма, когда человек уже не просто испытывает профессиональное выгорание и отсутствие интереса к профессиональной деятельности, это уже состояние ближе к клинической депрессии, когда ему не хочется ничего. Вот такой пример показывает то, что нам нужно, необходимо в любой стрессовой ситуации уметь защищаться. Давайте немножечко перейдем к практике теперь. Я вам расскажу, почему мы испытываем основные факторы стрессовые, которые мы с вами испытываем, находясь в дистанционном обучении. Мы боимся камеры. Это первое и основное. Преподаватель, который никогда не работал в дистанционном обучении, либо работает в дистанционном обучении, достаточно редко всегда боится камеры. На самом деле это естественная тоже реакция. Организма на стресс, и камеры боятся абсолютно все. И журналисты, которые достаточно долгое время работают в эфире, они тоже боятся камеры, но здесь страх немножко другой. Здесь страх связанный с тем, что они все-таки научаются вести себя правильно, научаются не бояться ошибок, либо их игнорировать. Что нам не нравится перед камерой? Нам не нравится то, что наше немножечко лицо искажается. Нам не нравится, как мы выглядим. Нам не нравится, как падает свет. Нам не нравится звук собственного голоса, потому что мы его слышим через совершенно другие резонаторы, нежели слышит наша аудитория. Мы не видим аудиторию, не чувствуем ее ответной реакции. Мы долгое время вынуждены пребывать в статическом состоянии, то есть в положении, сидя в определенной позе, так, чтобы аудитория нас наша видела. Потому что часто бывает, что преподаватель, не готовый к работе в дистанционном обучении, ставит, располагает компьютер таким образом, что при пользовании клавиатурой ему приходится вот так вот подныривать под камеру, и, соответственно, его перестает быть видно на экране, что вызывает разные реакции аудитории. Смешки там всякие со стороны студентов, они могут нам описываться в чат, говорить, что нас не видно, не слышно, потеря интереса, и, в общем-то, мы понимаем, что нашу, потом понимаем, что нашу лекцию, в общем-то, никто не слушал. Поэтому важно правильно располагать камеру, научиться правильно сидеть перед камерой, научиться защищать себя эмоционально, заходя в аудиторию вебинара. Давайте с вами проведем такой маленький эксперимент сейчас. Вот представьте, сейчас я возьму ручечку, представьте, что у вас вот эта ручечка – это шкала вашего сейчас настроения и самочувствия, где один кончик – это 0, а второй кончик – это 10. Вот для себя сейчас поймите, на какой циферке вашего состояния и самочувствия по шкале вы находитесь, от 1 до 10. Возьмите ручечку в руки, закройте глазки и подумайте, на каком эмоциональном уровне вы сейчас находитесь. Для себя ответьте на этот вопрос. Можно в час написать, у кого какие циферки получились. Если напишите, будет очень здорово. 7. Еще. 7 – это хорошо. Больше никто ничего не делает? Давайте поактивнее. 11. Очень прекрасно. Татьяна Викторовна, молодец. Еще кто-нибудь? Никто не мерит. 4. 4. Я на службе. Так, понятно. 8. Отлично. Аудитория, значит, у нас подготовленная. Смотрите, есть элементарный психологический ход, который помогает нам поднять наше самочувствие и настроение. Когда мы заходим в аудиторию, когда наше состояние, вот у нас Маргарита пишет, что 5. Когда у нас состояние от 7 и ниже. Состояние от 7 и ниже – это нересурсное состояние. Часто в психотерапии есть такое понимание того, что если ты не в ресурсном состоянии, то лучше с клиентом не работать, потому что ты не можешь ему дать поддержки, потому что поддержка в этот момент нужна тебе. И когда вы работаете в аудитории, прежде чем зайти в аудиторию, вы меряете свое ресурсное состояние и понимаете, что оно у вас ниже 5. Элементарное упражнение из телесно-ориентированной терапии, оно очень простое. Мы берем ладошки и сильно-сильно-сильно-сильно-сильно, очень сильно их растираем. Очень сильно. Прям очень-очень-очень-очень-очень сильно, до того, пока наши ладошки не станут горячие. Могут стать горячие наши ушки, лицо. И вот в этом состоянии, когда у нас поднимается чуть-чуть наше настроение, мы заходим в аудиторию. Только в этом состоянии. Если мы понимаем, что у нас, нам не помогает растирание наших ладошек, и что у нас что-то отвлекает, какой-то нервный стресс, который мы испытали тут же с семьей, либо поговорили с начальником, или какие-то мысли у нас возникают, если нам только растирание ладошек не помогло. Есть еще одна такая очень хорошая техника. Техника сбережения ресурсного состояния. Мне она очень помогает. Потому что у нас организм, вернее, скажем так, наша психика, она включает в себя наши эмоции, которые мы испытываем, то, о чем мы думаем, и наши чувства, которые у нас, соответственно, в теле выражаются болью либо какими-то симптомами. Вот чтобы защитить себя и чтобы понять, что все-таки поднять свое ресурсное состояние, есть тема ресурсного такого шарика. Смотрите. Мы сейчас представляем, можете прямо закрыть глазки и представить у себя вот здесь, в груди, большой-большой ресурсный шарик. Он у вас может быть наполнен чем угодно. Он может быть любого цвета, голубого, розового, зеленого, желтого, яркого, синего. Вы можете прямо написать, у кого какой. Он может быть наполнен впечатлениями, которые для вас являются вашим ресурсным состоянием. Например, там в нем может шуметь вода, в нем может шуметь лес. Все что угодно переливается разными цветами. Вот представляете, расширяйте его настолько, чтобы вам с ним было вот здесь, в груди, очень комфортно. Чтобы он возгрел, чтобы он был теплый, либо прохладный. То есть, чтобы он убирал то состояние тревоги, которое у вас внутри есть. Вот представляете, прямо расширяйте его так, чтобы распрямилась ваша грудная клетка, чтобы вам стало легче. Делаем глубокий вдох, выдох. И если чувствуем, что мало, что это недостаточное наше ресурсное состояние, этот шарик можно покатать вверх, не отпуская пока до макушечки, и вниз прокатить его прямо до конца нашей спинки, до ягодиц. И снова поднять его вверх и опустить вниз. Можно катать так до 10 раз. Если вы стоите и входите в аудиторию, соответственно, стоя, то можно его катать прямо до земли по ногам. Тоже до 10 раз. И когда вы поймете, что вы наполнились энергией, что он вас согрел, что спина ваша выпрямилась, что вы готовы идти в аудиторию, вы его просто отпускаете наверх. Отпускаете, вдыхаете, выдыхаете сейчас спокойно, открываете глаза и спокойно садитесь перед аудиторией. На самом деле, я знаю, что здесь в аудитории находятся мужчины, и многие мужчины к этому очень скептически относятся. тем не менее, это методика, которая очень хорошо позволяет наполниться ресурсным состоянием. Вижу, что у всех разные шарики. Я надеюсь, что вам это поможет, и вы будете этим пользоваться. Если чувствуете, что шариком прямо в сидячем состоянии, очень совсем-совсем плохо. На самом деле, ну, то есть, он не подействовал. Есть еще один способ быстро прийти в некую такую норму и переключиться из одного состояния в другое. Под столом я вас очень рекомендую вам держать вот такие вот, сейчас я немножечко отвлекусь, массажные коврики. Это очень такой хороший способ заземлиться и прийти в ресурсное состояние, особенно, когда вы, у вас устали ножки, когда вы долго сидите. Вы просто держите такие коврики у себя под столом. Они бывают разные, они продаются в ортопедических салонах, стоят достаточно недорого, есть для взрослых, есть маленькие такие на 30 для детей. И каждый раз, когда вам нужно снять уровень стресса и немножечко заземлиться, прийти в себя, вы просто ставите ножки на этот коврик и начинаете тихонечко топтаться. Немножечко потоптались, вдохнули, выдохнули, продолжайте разговор. Вдруг, мало ли у вас там какое-то нервное напряжение, или вы просто устали от долгого сидения. Это такая обязательная некая, некий тренажер, который позволит вам быстро приходить в себя. Еще желательно, чтобы у вас под столом обязательно были, была скалочка или какая-нибудь палочка, чтобы покатать, прокатать нашу стопу и все ножки, все точечки, которые у нас на ножках находятся. Она много места не занимает, но если у нас затекают ножки, такое может быть, особенно у тех, у кого проблемы с нижними конечностями и с венками, держите под столом скалочку и держите под столом обязательно теннисные мячики, чтобы тоже катать их ножками нашими. Значит, дальше. Как нам еще прийти в ресурсное состояние? Обязательно важно, как расположена наша камера. Камера должна быть расположена чуть выше уровня глаз, потому что съемка снизу. Да, Татьяна Викторовна, когда несколько пар подряд, то действительно скалка помогает, коврик помогает, можно использовать теннисные мячики разных размеров, можно использовать маленькие, то есть все, что есть дома, на самом деле, не обязательно идти в спортивный магазин и брать какой-то инвентарь для того, чтобы заниматься физическим физическим расслаблением. Это можно делать прямо сидя на стуле и со временем вы научитесь это делать так, чтобы это никто не видел, потому что под столом нас никто не снимает, камеры у нас нет. Значит, положение камеры обязательно должно быть выше уровня глаз. почему не рекомендует все-таки очень многим преподавателям пользоваться ноутбуками тоже, потому что ноутбук, ноутбука камера расположена, да, чуть-чуть выше уровня глаз, но тем не менее часто преподаватель работает вот в таком тоже формате и видно преподаватель не совсем правильно и это очень отвлекает любого студента вне зависимости от возраста. В какой бы аудитории вы ни работаете, всегда думайте о том, что камера должна быть выше уровня глаз, раз, потому что, во-первых, видят вас, во-вторых, не видно ваших подбородков, ваших там каких-то морщинок, вашей, вашего лица в том ракурсе, в котором вы не хотели бы, чтобы вас аудитория условно говоря увидела. Что еще важно? Важно правильное освещение. Освещение бывает у нас, к сожалению, не всегда правильное, потому что компьютер, особенно дома, стоит в том месте, где, соответственно, не всегда нам удобно, где нам не всегда удобно работать именно в онлайн формате. Важно, чтобы не падал на экран свет, естественный свет из окна, поэтому ставьте, располагайте экран так, чтобы он был немножечко прикрыт занавесочкой. Для дополнительного освещения обязательно используйте, все это рекомендуют, обязательно используйте лампы любые. можно использовать селфи-лампу, если нет на это, скажем, денежных средств или не хочется тратить их. Используйте обычную настольную лампу, располагая ее таким образом, чтобы она подсвечивала, соответственно, ваше лицо таким образом, как вам было бы комфортно, чтобы вы себе, соответственно, в камере нравились раз, и чтобы ваш слушатель видел ваше лицо с того ракурса, как вам, в общем-то, будет комфортно, потому что и нашим студентам с той стороны очень важен этот физический контакт с преподавателем, и они очень многие говорят о том, что как нас вообще не хватает им в аудитории, как им хочется вообще увидеть, какие мы на самом деле, поэтому нужно создавать все условия, чтобы им было с нами комфортно и приятно. Следующий пункт, это обязательно правильная одежда. Разные были в первые дни дистанционного обучения истории по поводу того, что люди выходили и в домашней одежде, и не было в онлайн, и не было никаких каких-то там стандартов, но правильная одежда, правильный выбор ее позволяет нам все-таки чувствовать себя достаточно уверенно перед камерой. Раз, и переключиться на рабочий ЛАД-2, потому что это некая такая техника якорения. Я переоделся, мы же не ходим в домашних тапочках на работу, не ходим непричесанными на работу, и с немытой головой на работу не ходим. То есть мы встали, мы привели себя в порядок, соответственно, головку помыли, волосики уложили, оделись, так как мы ходим на работу, и сели работать. Для наших домашних это тоже будет означать, что мы вообще-то тут находимся на работе, а не тут же переключимся и пойдем гулять с собакой. Для нас это очень важно, потому что мы заикорились, мы понимаем, что вот данную секунду времени я все-таки работаю, а не дома нахожусь. Это позволит вам и структурировать рабочее время немножко по-другому. Как правильно, чего лучше избегать в одежде? Обязательно используйте, во-первых, контрастную яркую одежду с контрастным каким-то внутри, с какой-то маечкой белого цвета либо голубого цвета, потому что это позволит вам фигуру, скажем так, вашу визуальность сделать так, как вам, соответственно, комфортно. Не используйте белый цвет только тотально, потому что он будет вас полнить. И обязательно не используйте любые какие-то шарфики либо любые кофточки, потому что на экране это тоже выглядит очень некрасиво. Вы будете сами себе не нравиться и вы будете на это отвлекаться. Это такие базовые правила, которые желательно использовать и знать каждому преподавателю. С другими какими-то правилами можно тоже познакомиться в разных вебинарах Директ-Академии. Я думаю, Татьяна Викторовна вам более подробно об этом расскажет. Следующий важный фактор, который позволяет нам чувствовать себя уверенной, который снимает какие-то стрессовые наши проявления, это позы, в которых мы чувствуем себя достаточно уверенно. Работая перед камерой, работая долго в статическом состоянии, мы же можем в аудиторию выходить очень в разном состоянии, по сути. Мы можем чувствовать себя как неуверенность в себе, мы можем заговариваться, мы можем забывать слова. Вот каждый раз, когда это происходит, мы должны понимать о том, что наши ручки в этом случае нам очень большие помощники. Поэтому перед камерой и вообще в аудитории, если вы хотите почувствовать себя более уверенно, руки необходимо парковать. Что такое парковка рук? Это позы, полузакрытые позы, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно. это вот такая поза с опорой на локти. Здесь она не очень удобная перед камерой, поэтому просто в таком положении кладем ручки перед собой на стол. Все, мы чувствуем себя более уверенно. Это ладонь домиком в замок. Это поза, которая нам позволяет отстоять собственное я в тот момент, когда мы не можем сказать нет. В любых переговорах она очень часто используется. Если у вас активная такая же стекуляция и вы не можете ее остановить, потому что такое бывает, очень часто видела, как у преподавателей возникает перед камерой как студентка в том числе такие непроизвольные реакции, где-то себе что-то почесать, потрогать, привести себя в порядок. Если вы понимаете, что вы не можете остановить этот процесс, то можно ручки либо вот так складывать, либо брать в руки какой-то лучше не ручку, какой-то якорек, который будет приводить вас в состояние покоя. Это может быть лучше не ручку, потому что ручки часто ломают. Мне преподаватели рассказывали о том, что не ломают ручки, карандаши, когда начинают нервничать. Поэтому берите то, что не сломается. Берите маркер и просто держите его в руках, чтобы никто не видел, что вы там в общем-то делаете, только единственное, что не опускайте глаза, смотрите в камеру и не бойтесь ее, она вас не покусает. Если не помогает маркер, можно взять какой-то шарик, мячик, мягкий, но можно жесткий, можно мягкий. Вот у меня такой тоже лежит, но я им не успокаиваюсь, я скорее его использую, когда мне нужно промять суставчики на руках, пальчики все. Поэтому можно использовать любой доступный для вас способ для того, чтобы успокоиться. Положение ног, как и рук, есть положение ног, в которых мы чувствуем себя уверенно. Стресс, если мы его испытываем, он влияет на нашу позу. Если вы, понимая, что вы устали, работая перед камерой, или вы сейчас испытываете какую-то реакцию эмоциональную, связанную с каким-то откликом клиента, студента, либо человека, который вам в чате что-то такое пишет, нелицеприятное, мы, естественно, все поджимаемся и ножки наши переходят в позу скрещенных, либо же закрученных одна на другую, и мы все становимся вот такие. Поэтому, чтобы выйти из этого состояния, обязательно ставьте ноги на ширине плеч, и обязательно ноги должны у нас стоять с опорой. Это физиологически правильно, потому что это позволяет нам меньше уставать. Раз. Два. Это дает нам дополнительную опору и уверенность в себе. Обратите внимание, как Владимир Владимирович сидит на всех переговорах. У него прям якорение рук и ног и достаточно открытая поза. Он всегда сидит вот так. У него ноги расставлены на ширине плеч и руки, которые лежат достаточно широко. Он показывает, что он открыт, но при этом у него опора. Используйте эту позу для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. ноги в опоре на ширине плеч. Можно на коврик поставить, можно без коврика. Важно, чтобы наши колени были согнуты под углом 90 градусов. Про стул и про обязательные правила его подбора мы с вами тоже поговорим чуть-чуть, я надеюсь, ниже. Что касается мимики глаз, обязательно смотрите в камеру и обязательно улыбайтесь. Чем чаще вы улыбаетесь, тем сильнее любит вас на самом деле аудитория. Если боитесь каких-то своих эмоциональных тоже мимических реакций, поработайте в зуме перед пустой камерой, в пустой аудитории, вернее, и вам это обязательно поможет. Значит, следующее. По поводу подбора стула как раз. Значит, есть важные 10 правил подбора стула. Стул это очень важный наш некий инструмент обеспечения нашего комфорта. Понятно, что все сидят дома на разных стульях, на табуреточках, на табуреточках без спинки, не используют кресла, но тем не менее эргономика работает за компьютером. Она правильная, если у нас подобрано правильное кресло. Обязательно нужно что учитывать? Обязательно сидение у нас должно регулироваться, у нашего стула, либо у нашего кресла, которое мы с вами используем. Обязательно должны быть высота сидения должна быть расположена так, чтобы наши колени образовали прямой угол 90 градусов. Никак иначе, обязательно используйте подставки под ноги. Не все их используют, не все понимают их важность, но тем не менее, когда у нас есть под ногами подставка специальная, они не такие дорогие, она позволяет снять напряжение голеностопного сустава, и мы действительно устаем меньше, нежели если не использовать эту подставку. Желательно, чтобы наш стул, который мы выбираем, был с подлокотниками, для того, чтобы мы могли откинуться и отдохнуть в процессе работы, но при этом наша осаночка оставалась поддержана. Обязательно спинка стула должна быть сейчас я вам на следующем слайде покажу, здесь, 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 вот, вот здесь, все нормы в принципе прописаны. Обязательно должна быть опора под поясницу, если вдруг сейчас у вас нет стула и вы сидите вообще в разной табуретке или на стуле со спинкой просто подкладывайте хотя бы жесткую подушку себе под спинку для того, чтобы была опора хорошая на поясницу. Дальше, сидение. Сидение не должно быть мягкое, оно должно быть в меру жесткое, так, чтобы наш копчик хорошо опирался и давал нам такую некую опору на себя, чтобы мы могли по-разному работать с плечами, чтобы не уставала наша спинка. Значит, что еще важно? Важно, вот вернемся немножечко сюда, важно иметь сразу для работы глаз перед собой какие-то нейротренажеры либо маятник для снятия стресса, почему это важно, либо песочные часы, потому что при работе перед камерой долго, когда у тебя несколько вебинаров подряд, очень устает один из анализаторов, это именно наши глазки. Вот работа с нейротренажерами, я вам один из них покажу, очень такая любимая некая вещь, если у вас есть детки, покупайте для деток, вот такая классная штука на самом деле, покупайте для деток, покупайте для себя, что это такое вообще за штука такая классная? Это тренажер, который позволяет нам, во-первых, успокоить нашу нервную систему, наладить дыхательное взаимодействие между дыханием и между, во-первых, между левым и правым полушарием, она позволяет нам активизировать мозжечок, она позволяет нам синхронизировать дыхание и зрительный анализатор, то есть мы делаем одновременно, катая этот шарик, мы делаем одновременно гимнастику для глаз, и при этом мы приводим свое дыхание в нормальное состояние, мы избавляемся тут же, в течение какого-то пятиминутного такого взаимодействия с этим тренажером от стресса, и потом благодаря этому тренажеру очень хорошо думается, то есть под него на самом деле решение принимать или обдумывать какие-то свои важные дела, которые нам нужно будет сделать, это очень такой важный некоторый способ, конечно, кто-то может использовать это, и гладить там, я не знаю, белье и принимать в этот момент решение, но лучше, если вы будете использовать такие вот нейротренажеры, особенно для детей, потом, что важно еще, важно обязательно иметь, а как называется, это нейротренажер, нейровосьмерка, нейровосьмерка, их очень много, они есть, балансиры для равновесия, на которых можно стоять для деток, но вот нейровосьмерки, они очень недорогие, они бывают очень разных, я вот, например, на Вайлберсе для деток такие заказываю, они бывают половинки вот такие маленькие, бывают прям доски такие, с которыми интересно работать, в общем-то, и дети, и взрослые их очень любят, если у вас какие-то психосоматические проявления, на самом деле, какие-то заболевания, то это такая телесно-ориентированная вещь, которая позволит вам избавиться от стресса, в принципе, очень достаточно быстро при постоянном использовании, ну и плюс переключение, соответственно, внимания и работа с разными анализаторами, почему маятники нужно ставить, я не буду вам видео показывать, вы сможете посмотреть, маятники такие, когда мы запускаем шарик, типа метронома, это тоже переключение нашего внимания с ситуации стрессовой, переключение анализатора, можно использовать такой маятник и нейроссмерку одновременно, то есть мы слушаем маятник, задействован наш звуковой анализатор и смотрим глазками, как катается наша нейромассмерка, мы успокаиваемся минут через пять, наверное, подобной такой некой работы и у нас совершенно другое эмоциональное, психоэмоциональное состояние. Значит, следующее, я уже быстро стараюсь вам все рассказать, чтобы чтобы успеть. Техника якорения, которую я вам вначале немножечко говорила, о том, что необходимо одевать либо одежду на себя красивую, которая нам позволит переключиться из одного состояния в другое, либо там перед началом вебинара взять маркер из одной руки в другую переложить, то есть я в другом эмоциональном состоянии тут же сразу, я не дома, я на работе, либо переложить, как вы видели, наверное, как работают корреспонденты, когда их не видит камера, когда начинается какая-нибудь программа Вести, обязательно у всех свои ритуалы, они там либо крышечку от монитора поправляют там три раза, либо мубашку перекладывают с одного места на другое, это значит, что это не значит ничего, это значит для них некий такой якорь перехода из одного состояния в другой, я сейчас начинаю работать, для многих это такой действенный способ, кто-то использует, вот мне коллега использует любимый запах духов на работе, вот она побрызгала, села и вполне себе в рабочее настроение пришла, следующее, обязательно используйте техники дыхательной гимнастики в промежутках между занятиями, между вебинарами, здесь можно использовать любую технику, из предложенных, либо найти то, что подходит именно вам, ну, первую мы, наверное, использовать с вами не будем, потому что она самая простая, можно подышать, например, в технике 2 или в технике 3, техника 3, она вообще очень-очень классная, потому что она задействует несколько анализаторов и тоже позволяет нам быстро достаточно успокоиться, какую хотите, сейчас можем с вами вместе попробовать подышать. Давайте попробуем, если никто не откликается, давайте попробуем третью. Смотрите, в чем суть третьей методики. Она позволяет нам поработать с эмоциями сразу, раз, позволяет нам поработать с мышцами шеи, которые у нас затекли, два, и она позволяет нам поработать с голосом три. Я немножечко микрофончик сейчас уберу, чтобы мне было удобно. Смотрите, мы садимся, ножки на ширине плеч, спинка у нас должна быть сейчас ровно, делаем вдох, поворачиваем голову направо и с выдохом говорим к тебе выдыхаем букву А. Потом делаем вдох, поворачиваем голову налево и произносим букву О. Понятно? Давайте. Только не забывайте выдыхать на выдохе, О произносим на выдохе вниз и вверх У. Понятно? Так мы делаем до четырех раз. При этом прислушиваемся к своим ощущениям, работаем с шеей и налаживаем наше дыхание, избавляемся от стресса. Очень такая хорошая методика, которая позволяет нам быстро прийти в норму и переключиться. Используйте. Дыхание по квадрату это тоже очень хорошая техника, которая позволяет нам раздышаться, потому что сидя перед компьютером в позе статичной, мы часто вот так вот, не замечая, сгибаемся, и соответственно у нас появляется сухость во рту, у нас появляется неприятное ощущение в шее, головные боли, и техника вторая нам позволяет быстро тоже прийти в нормальное состояние дыхания по квадрату, что главное только убедиться, что микрофон выключен. Это да, это пожалуйста делайте в перерывах, потому что студенты могут удивиться, слушатели наши. Значит, вторая техника по квадрату можно использовать, например, вот если вы пунктаетесь там с циферками, выдыхая и вдыхая, можно просто брать в руки такой стикер и вдох-выдох рассчитывать по стикеру, либо рисовать квадрат ручечкой. Делать такие упражнения нужно до восьми раз, понятно, что восемь не у всех получится, но хотя бы два-три раза, если мы понимаем, что у нас какие-то зажимы здесь в грудной клетке возникают, сели, подышали два-три раза, продолжаем заниматься нашими непосредственными педагогическими обязанностями. следующее, что важно и что очень нужно преподавателю на самом деле использовать, это скороговорки, но не обычные, а с пробочкой, чтобы быстрее говорить, чтобы лучше говорить на камеру, значит, все медиа наши личности пользуются подобными скороговорочками разными, но непростыми. Дома у всех, наверное, подобный инструмент вы сможете найти, это обычная пробка из-под вина. Мы ее берем в ротик и чесаем скороговорку, скороговорку, говорил, фуфугай, фуфугай, я себя фуфугай, фуфугаю, отвечал ее, он фуфугай, 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 фуфугай. В чем суть этого прекрасного способа расслабить мимические мышцы лица? Во-первых, мы после того, как мы поработали вот так вот с пробочками, мы говорим быстрее, у нас синхронизируется наша мыслительная деятельность и наш речевой соответственно аппарат. Если мы вечером попробуем какой-то кусочек нашей важной лекции, которая предназначена для наших очень важных слушателей, прочитать с пробочкой во рту хотя бы несколько абзацев, на следующий день мы будем говорить это гораздо увереннее. Пользуйтесь не только для скороговорок, пользуйтесь в принципе для подготовки, для работы с важными текстами, можно и не в онлайн формате, а вообще в принципе. Это очень такой действенный способ научиться быстро и четко говорить в кадре и не только в кадре. Дальше, что еще я вам хотела рассказать сегодня. Гимнастика для глаз это тоже очень важно. Пользуйтесь гимнастикой для глаз в течение дня постоянно раза 3-4. Это один из элементов гимнастики, конспекта вашего ежедневной вашей гимнастики. Вот здесь представлена один из вариантов. В интернете можно найти большое количество. Я вам там ссылки дала. Не буду сегодня уже показывать, не успеваю. Обязательно работайте с глазами, расслабляйте ваш зрительный анализатор. если чувствуете, что прям совсем глазки устали, можно просто тоже использовать вот инструмент наши с вами ручечки погреть и тыльной стороной ладошки просто теплыми руками нажать немножечко на глазные яблоки. Только не выдавите их, пожалуйста, и посидеть так 2 минутки вам станет немножечко полегче. После этого можно сделать дыхательную гимнастику, дыхательную гимнастику, зрительную гимнастику. Обязательно я еще раз вам говорю, нейротренажер или маятник держите при себе на столе. Почему? Потому что переключает туда взгляд, он у вас через 2-3 секунды расслабляется этот зрительный анализатор. Глазки ваши. Значит, дальше вот это маятник. В принципе, на столах у себя на работе очень часто вы можете его видеть. такой тип маятника мне, честно говоря, не очень нравится. Вот этот лучше, который я указочкой вам покажу. Вот этот лучше, потому что он позволяет нам воздействовать еще на слуховой анализатор, и мы быстрее просто расслабляемся. Вот здесь у нас это нейровосьмерки разных-разных типов, то есть они бывают такие маленькие, бывают побольше, вот как у меня, бывают прям как досочки, когда можно несколько шариков одновременно запускать и смотреть, как они работают, синхронизировать соответственно наше тело. Дальше, ой, времени у нас совсем-совсем нет. Значит, дальше, что у меня здесь представлено? Разминка для рук. Обязательно используйте шарики, обязательно используйте какие-то инструменты, которые можно катать, можно жесткие, можно мягкие, можно прорабатывать вот таким образом суставы, ручек, когда мы понимаем, что мы устали, либо мы много печатали, можно прятать ручки под стол и делать то же самое. Естественно, что это будет сначала видно, потом научитесь делать это так, чтобы не было видно нашим слушателям, но обязательно, если мы понимаем, что статика, настолько мы от нее устали, обязательно пользуйтесь, либо же хотя бы кладите мячик на стол, так, чтобы его можно было покатать. Значит, что у нас есть там в файлах, которые я прикрепила, там есть ссылка на нейрогимнастику для пальцев, ее можно также проводить собственно с детьми и самостоятельно для того, чтобы тоже снимать стресс и синхронизировать соответственно нашу несколько наших анализаторов одновременно используйте, не буду сейчас показывать, потому что времени соответственно нет. Значит, гимнастика для офисной гимнастики или гимнастика, которой мы можем заниматься прямо на стуле. Это краткосрочная разминка, которая позволяет снять усталость, стресс и напряжение разных частей тела, которую можно выполнять прямо на стуле, заниматься не более 5-5 минут и лучше это делать несколько раз в течение дня, где-то 3-4 раза в течение дня по каждой по полтора часа, два часа, ну, то есть в перерыве между вебинарами в принципе что-то из гимнастики необходимо делать. Это либо дыхательные упражнения, если мы понимаем, что у нас высокий уровень стресса, либо можно поделить либо дыхательные и гимнастику для глаз. Вот вы сделали, успокоились, дальше через полтора часа вы делаете что-то с плечевым поясом и что-то с ногами. Значит, я вам там в видеофайлах есть три зарядки, которые можно использовать. Одна там для ног, одна для плечевого пояса, для ручек и по-моему там есть еще гимнастика для пальчиков. Значит, что важно, структура любого гимнастического, любой гимнастики снизу, сверху вниз, то есть мы работаем всегда начиная с плечевого пояса, строим наш день и заканчиваем ногами, то есть когда мы понимаем, если мы не можем проработать все одновременно, где-то походить, потоптаться на коврике, например, хотя бы постоять, потом сразу же сделать упражнение на верхнюю часть плечевого пояса и на пресс, подняв ножки наши прямо сидя, то мы делаем, как я уже сказала с вами, какую-то часть упражнений, главное, чтобы это было сверху вниз, то есть каждые полтора часа сначала мы подышали, потом мы сделали для верхнего плечевого пояса несколько упражнений, через полтора часа мы делаем для нижнего и для ног. в видео вы можете все это найти, я надеюсь, что все-таки сегодня, так как нам нужно завершать, как это, файлы с видео отсутствуют, файлы с видео отсутствуют, Татьяна Викторовна, помогите нам срочно. срочно помогает. Они есть. так, еще выключу у себя звук, потому что еще контролирую со смартфона, как идет трансляция. эргономика, здоровье и безопасность при использовании компьютера. Для показа файлы доступны, а вот слушатели их не могут только посмотреть, но не скачать себе, поэтому большая просьба ссылки на эти видеофайлы просто отдельно в чат сейчас или ближе к концу, когда уже завершим, просто отдельно ссылочки покидайте прям вот ссылками из Ютьюба, чтобы народ мог потом посмотреть, уже перейти по ссылке. Можно прям кучкой их собрать и кинуть, чтобы можно было скопировать или отдельный файлик прикрепить. Спасибо. Вот такие у нас ситуации бывают интересные в онлайн обучении, поэтому вот что важное я вам не сказала. Обязательно, когда вы находитесь в ситуации онлайн обучения, все-таки используйте либо в помощь себе студента, попросите его вам помочь для того, чтобы он вовремя подгружал вам презентации, когда вы путаетесь и забываете что-то, либо обязательно все-таки просите модератора, если у вас это первый раз соответственно происходит, потому что работа в одиночку такая некая, она очень-очень-очень сложная, обязательно это используйте. Значит, ссылки я вам сейчас все я кину в общий чат на каждую группу упражнений, чтобы вы могли соответственно этим пользоваться. Оп, держите. спасибо вам большое, наверное, Татьяна Викторовна, да, мы должны уже совершать. Я надеюсь, что сегодняшний вебинар был для вас интересен и полезен в чем-то. пишут, что полезно было, это очень хорошо и приятно мне на самом деле, и я надеюсь, что все-таки мы, я смогу вас еще порадовать какими-то отдельными вебинарами либо курсами на эту тему. Если было интересно, Татьяне Викторовне можно с запросом обратиться. Спасибо большое.